Всем привет! С вами Юрий Ульянов. Сразу хочу начать вот с этой вот помады. Она совершенно ужасная, она сюда не подходит. Я ее нанесла для того, чтобы вам показать тот оттенок, который есть в коробочке. Коробочка у нас сегодня Allure Box. Это январь. Я с ней немножко запаздываю. Вот такая вот она красивая. Но несомненный плюс того, что видео я снимаю чуть позже, я очень подробно расскажу вам о некоторых продуктах. Новый, красивый, уже такой почти весенний дизайн с цветочками. Давайте ее откроем, посмотрим, что внутри. Естественно, внутри нас ждет с вами брошюра. Она придевшая, полосевшая. Теперь мы с вами даже не знаем тему коробочки. Посмотрим, что будет в феврале. И, конечно, я хочу начать сразу же с помады Guerlain. Это новинка, о которой все говорят, поэтому очень круто, что Allure Box ее положили. Но вот с оттенками, честно говоря, мне кажется, прогадали. Но, по крайней мере, для меня. Оттенок 003 Red Hills я показывала во влоге недельки. Если вам очень интересно, я оставлю ссылку. Вы сможете посмотреть, как она выглядит на мне. Несмотря на то, что она такая красная здесь в этом пробничке, мне кажется, что она как-то рыжеватая. Она скорее какая-то морковно-коралловая, чем красная. А на мне сегодня второй оттенок Pink Tie. Он такой немножко сиреневатый-розоватый. Мне кажется, что он для куклы Барбары. Сейчас, ну, может быть, это пока не мой стиль, пока еще не началась весна. Возможно, к весне нам захочется всем таких оттенков. Я уверена, что об этих ароматах вы уже слышали. Это новинка, и она примечательна тем, что она с ароматом духов Le Appetit Rob Noir. Действительно, у помады есть аромат, но он достаточно быстро выветривается. И, как мне кажется, все-таки далек от оригинала Le Appetit Rob Noir. Еще одна фишка этой помады в том, что ее можно носить целыми тремя разными способами. То есть, это может быть в один слой легкий такой оттеночек, либо два слоя, как такая дневная помада, и три слоя или много-много слоев для того, чтобы выйти куда-то вечером. Ну, и в итоге эта помада должна остаться на губах тинтом. Именно поэтому, мне кажется, что все-таки в итоге она подсушивает губы, несмотря на то, что изначально, когда мы ее наносим, она супер увлажняющая, супер питающая. В общем, пока у меня мысли о том, что нужно просто продолжать тестировать эту помаду дальше. Надеюсь, вы меня поймете и простите, но эту помаду я промокнула, сняла и нанесла сверху карандаш из коробочки Look Fantastic за февраль, которую мы с вами тоже посмотрим на этой неделе. И возвращаясь к нашей коробке Allure, давайте пойдем по порядку, который предложат нам буклетикам в этом месяце. И номер один у нас масло Comfort от L'Occitane для лица. И эту штуку я успела очень хорошо протестировать уже несколько ночей подряд, я ее использую, очень-очень мне нравится. Заявлено, что масло невероятно смягчает даже самую сухую кожу. У меня кожа комбинированная, тем не менее, мне масло подошло идеально. На все лицо и шеи хватает три либо четыре капли, то есть достаточно экономичное средство, но оно не справляется с увлажнением до конца, поэтому я его наношу всегда подо что-то. В целом это масло очень приятное, на утро кожа выглядит здорово, но оно работает не в одиночку. И честно, я даже не знаю, как очень сухая кожа на него отреагирует, потому что моей комбинированной увлажнений недостаточно. Дальше у нас противоречивая штука от Виши. Рассказываю все как было. Открываю я коробку, вижу опять Виши. О боже, мне это напомнило историю о том, как, например, ваша бабушка нашла вам жениха и все время вам его подпихивает. То фотографии где-нибудь, то говорит, что у него есть какие-нибудь билеты на суперконцерты. В общем, вам этот чувак не нравится, но вам все время его пихают. И вот то же самое с Виши и с коробками Allure Box. Все время пихают Виши. У меня два или три крема одинаковых идеалия, ночные все только из коробок Allure, больше ниоткуда. У меня именно тот крем забивает поры. Я пробовала его на шее. Тот же самый результат, у меня были забиты поры даже на шее. Я его отложила и забыла. Поэтому, когда я эту штуку увидела, подумала, о май гад, опять они Allure уже достали класть вот этот Виши сюда. И вообще, короче, ужасная какая-то вещь. Но потом я посмотрела, что его можно использовать как ночную маску. И мое мнение в корне изменилось. Вот прям серьезно. Первый раз я нанесла эту маску, потому что, наверное, я любознательная или Фанни, или девочка Даша из мультиков, которые обязательно нужно все попробовать. И я очень боялась. И сразу же, буквально там через три минуты, я сняла эту маску, потому что вначале она немножко охлаждает, и даже есть некоторые пощипывания. И увлажнение она дает просто шикарной кожи, действительно становится более упругой, более нежной, но все-таки оставлять надолго эту вещь на своем лице я опасаюсь. Потому что в составе, опять-таки, на втором месте глицерин, а на третьем мой любимый диметикон. Использовала эту аквалию термал уже несколько раз на ночь, и после этого использовала масло тоже как раз из этой коробочки, и эффект очень классный. Далее у нас с вами миниатюрка шампуня от Cloran для суперсухих волос. Это питательный шампунь с маслом пустынного финика. Это очень маленькая штучка, здесь 25 мл, мне кажется, что мне хватит ровно на два применения. Я пока его еще не пробовала. До этого я, конечно, пользовалась и шампунями, и другими средствами Cloran. Они максимально нежные, вообще аптечные, и во Франции их продают в аптеке. И у нас, мне кажется, они тоже в основном в аптеках продаются. То есть, в принципе, средство хорошее, единственный с ним прикол, я когда увидела у одной из девушек фотографию в коробочке, мне показалось, что это такая большая бутылка, именно оптический обман, я ждала большую. А потом я открываю, смотрю, она такая микроскопическая. И, честно говоря, мне кажется, что для меня шампунь для каких-то суперповрежденных волос это немножко лишнее. Естественно, что по длине они секутся, просто не выдерживают длину, и частые расчесывания. Я думаю, что это практически неизбежно. Но мне кажется, что здесь уже нужен не шампунь, а маски, бальзамы и прочее-прочее. Ну, эта штучка меня порадовала, она, во-первых, такая миленькая, во-вторых, это новый продукт, который я еще не видела, я его не пробовала. И, наверное, при случае или где-то в путешествии будет очень интересно им воспользоваться. Дальше у нас пробник парфюма от Эли Саам. В поддержку этого аромата здесь вот такая вот открыточка, что у нас сложился образ этого парфюма, мы захотели его купить. Наверное, очень многие уже знают, как я отношусь к парфюмам. Про этот могу сказать, что его плюс в том, что он не унисекс, то есть это действительно женский аромат, хотя, наверное, сейчас уже такого не существует. Просто берешь любой аромат и им пользуешься. Но здесь я, наверное, скажу об этом аромате стоп, потому что какой-то особой оригинальностью он не отличается, да, и я не являюсь каким-то экспертом в ароматах. Номер шесть. Увлажняющий защитный карандаш для губ от P.E.O. Бальзам для губ, как и крем для рук, вещь в хозяйстве всегда нужная, всегда пригодится. У меня сейчас в активном использовании есть несколько разных бальзамов, поэтому эта штука у меня останется до лучших времен. Чем она интересен? У него такая немножко скошенная форма, то есть должно быть удобнее его наносить. У него очень такой интересный запах. Мне сложно идентифицировать этот запах. Я не знаю, чем это точно пахнет, но он и не то чтобы раздражающий. Но и особо приятного я в нем ничего не вижу. Обещает он нам супер увлажнение, тающую текстуру и, естественно, все другие вещи, которые должен делать бальзам для губ. В конце брошюрки у нас с вами совершенно точно жених от бабушки Алюр, которого она нам навязывает уже черт знает сколько времени. И это уже на самом деле начинает раздражать. Это серия Bonacour Color Freeze. И из этой серии у меня уже есть несколько продуктов. Они все для окрашенных волос. И я знаю, что помимо меня очень многие также недумевают, зачем нам постоянно кладут вещи для окрашенных волос, хотя волосы не окрашены. У зарубежных сервисов есть опросники, где они спрашивают, какой цвет волос у вас, какой цвет глаз, окрашены у вас волосы или нет, проткнули вы ушки или нет, чтобы знать, что вам положить. Мне кажется, вот окрашенные волосы или нет, это самый простой вопрос, который можно задать девушке, которая заказывает коробку. Потому что, если честно, я всегда рада попробовать что-то новенькое, но здесь у меня ощущение, что меня пытаются перекормить тем, что мне не нравится. Шампунь я попробовала, ничего особенного в нем не увидела, к тому же, какой эффект я могу ожидать, если у меня не окрашенные волосы. Мне кажется, что это двойной минус, потому что первый это зацикленность на одном и том же бренде, и второй жирнющий минус это зацикленность на одной и той же серии. Причем ситуация совершенно дурацкая, средство может быть великолепным, но оно мне не подходит, и эта коробочка уже много раз мне давала разные средства из этой серии. Мне кажется, уже пора остановиться. И последняя штука, которая не заявлена в брошюрке, это вот такой вот ночной восстанавливающий крем от доктора Пьера Рико. И, насколько я понимаю, это запуск, потому что в поддержку вот такая вот брошюрка тоже есть, посмотрите. Здесь есть промокод, если он вам нужен, обязательно пользуйтесь. Насколько я понимаю, что это не только для одного человека, а для очень большого количества людей, поэтому берите себе, если это интересно. Вообще, я про этот крем прочитала, потому что в основной брошюрке информации нет. Здесь кислоты, здесь восстановление, антиморщины, и вообще одно из таких ночных средств. Сейчас практически все выпускают ночные средства, все говорят о том, что да-да-да, ночь это то время, когда наша кожа бу-бу-бу, чачача-ча, и делает все самое великолепное и замечательное. Естественно, это одно из таких средств. Я его не стала пока пробовать, потому что не устраивает мой уход, который есть. И плюс здесь дополнительные кислоты. Я сейчас много достаточно разных пилингов использую. Мне кажется, что ночное средство с кислотой еще одно будет немножко перебором. Но сам жест оповестить нас о том, что что-то новое вышло, мне нравится. И в целом здесь 5 мл для крема для лица вполне можно протестировать. И еще одна штука, которая здесь была, это вот такая вот любопытная, забавная, но странная книжечка. Это публикация с какого-то сайта, который называется «2001 ночь», как будто бы это настоящий разговор между мужчиной и женщиной. И я начала читать, но как-то я не любительница, наверное, читать вот эти вот переписки. Я как-то вот не сижу на таких вещах. Задумка прикольная. Мне кажется, это делает коробку уникальной и интересной. Но вот по самой сути было бы, наверное, классно получить какую-нибудь книжку, где там советы по уходу или, не знаю, какие-нибудь отрывки из новой книжки Лизы Элдридж. Но это я так мечтаю. Вот и все, что у нас было в этой коробочке в январской. Она получилась и классная, и немножко такая раздражающая одновременно. Очень интересно узнать ваше мнение и о продуктах, о том, что вы получили, какой у вас был состав, что вам понравилось, что не понравилось. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны, потому что коробочек будет много. Вон там, если вы видите, вон та розовая коробочка, мы ее с вами еще не видели. Это Look Fantastic февральская. Также я уже наспойлила, что New Beauty Box ждет своего часа и еще две коробочки от Елены Крыгиной. Поэтому обязательно подписывайтесь. Очень рада вас буду видеть в других видео. Благодарю вас за то, что вы были со мной, досмотрели до этого момента. Оставайтесь на здоровой, красивой, позитивной и нашей коробочной волне. Мы с вами обязательно увидимся. Всем пока. Естественно, что и в этой книжечке также есть описание этой помады и оно просто шикарное. Зачитываю. В общем, все эти великолепные высококачественные масла в составе обеспечивают легкое, интуитивное нанесение губной помады. То есть, если вы без зеркала, в темноте, вышли где-нибудь на лестничную клетку, то вы интуитивно сможете нанести именно эту помаду за счет масел. В общем, с остальными помадами приходится мучиться, а вот эту помаду можно вот так вот закрыть глазки и интуитивно нанести. Продолжение следует...